Ребята, всем привет! С вами Серёга Стилов и Бус Моторсы. Гоша, Серёга и это дополнительная серия, бонусная. Мы сейчас что-то после ужина подумали, не сидится нам, точнее Гоша всё говорит, поехали куда-нибудь, поехали. И тут парни решили починить замок крышки багажника на сливе. Ночью. Чтобы у нас не было проблем на техкоме. Спасибо, спасибо. Поэтому мы приехали в техпарк, сейчас снимем замок багажника и поедем в Сайдмастер, там есть сварка. Парни будут чинить, я буду смотреть, снимать. Вам я желаю приятного просмотра, ставьте обязательно лайк этой бонусной серии и погнали. Так как у нас сейчас будет серия не про гонки, не по тренировке, такая будет бытовая серия, будет много разговоров, возможно даже шуток, приколов. Гоша, как тебе вообще атмосфера тут в Сочи, вот скажи пару слов. Атмосфера шикос, шикос, ещё погода, блин. Устаёте, не устаёте? Мы же сюда приехали в принципе на релакс, как многие думают. В частности, Пархо, привет тебе пламенный. Да, чё Пархо вам сказал? Пархо говорит, так вы же там отдыхаете, чё там, слива не ломаешься, делать там нечего вообще. Колеса меняй себе и меняй. Которые, тем более, кто-то переобудет, просто катай их туда-сюда, взад-вперёд и всё нормально. Там главное, что они сами перебываются, там ничего делать не надо, возить не надо, грузить не надо, они сами всё делают. В целом, на самом деле, очень круто. И очень круто, что крутейшие пилоты, на самом деле. Можно что-то там посмотреть, поучиться, даже не катаясь, очень-очень много полезной информации. Тачки тут как-нибудь изучайте или вам неинтересно? Мы обязательно подснимем пару обзоров на наш канал, так что скоро всё будет. Там будет эксклюзивная информация про Сергея Стилова. Нет, чуваки, давайте это не выкладывать. Что ж там будет? Подписывайтесь на канал Бусмотрс, который будет в описании. Может быть, парни всё-таки будут что-то постоянно снимать, а не раз в год. У нас сломался замок багажника. Вот здесь такая как бы P-образная скобка, петля. А почему именно сейчас вы решили её заварить? Потому что завтра техком. Ночной, как это назвать, сервис-парк. Все палатки убрали, чтобы они не улетели. Они на изи могут улететь. В принципе, кстати, участников не так много, как в прошлый раз. Потому что в прошлый раз в пятницу были тренировки, и там реально очереди были аж до оттуда. Сейчас были очереди все сконцентрированы вот тут вот в начале. Не знаю, сколько будет участников. В прошлый раз было 56, по-моему. Завтра посмотрим уже, сколько будет участников в этот раз. Мне кажется, дождь всех напугал. Уже есть в списке? Видели все прогнозы, наверное, и не приехали. Как, кстати, вы оцениваете катку в дождь других спортсменов? На самом деле, очень плохо. Очень плохо? Никто не умеет кататься, что ли? Никто не умеет, но большинство страдают по этому поводу очень сильно. Я просто, видишь, катаюсь, не замечаю ничего. Смотрю только за своей ездой. Серёга, очень категоричный, я считаю. Есть, есть. Есть? Да, есть. Так нет, в смысле категоричный. Я тебе говорю, что они есть, но их мало, как бы. Все хотят катать по сухому. Я думаю, что любому человеку, которому ты не подойдёшь в техпарке, ты спросишь, по какому покрытию ты готов катать, они скажут по сухому. Ну, понятно. У нас только единственный Сергей Стилов, который скажет, мне бы по мокрому, пожалуйста. Да чё, ты слышишь? Просто я по мокрому прикатался. Ну, типа еду по клиперам, там вроде постановочка получается. По сухому просто надо отдельно прикатываться. Не, я готов, чё, я готов прикататься. Ты уже прикатался по мокрому, и поэтому сейчас жаждешь, жаждешь. Не, я говорю, по сухому можно, можно по мокрому, как хотите. Ну, по сухому, видишь, теперь мало времени у нас осталось. Ну, посмотрим, завтра, говорят, с 7 утра уже будет сухо. Завтра будем тренировать. Лоп. Всё, поехали. Поехали. Тундра нас выручает. Реально незаменимая техничка. А мы приехали в Сайдмастерс. Здесь были в прошлый раз. Парни выручают, конечно. Ну, сейчас, может быть, они нас сейчас пошлют и скажут. Не дадим сварочке. Но это вряд ли. Здесь Лаурель. Здорово, братан. Здорово. Ты главный тут? Да, братан. Чё хотели? Можно к вам? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это, короче, рычаги называются Сайн-Пап. Сайн-Пап? Всё, давай уходим. А чё надо? Чё ж пропусти? Вот так мы ворвались в Сайдмастерс. На самом деле, со всеми, конечно же, поздоровались. Нам разрешили использовать сварку. Правда, там на неё очередь небольшая. Парню тут, видимо, все тачки к этапу приготовили. Всё в порядке у них, потому что здесь их боевых машин нету, но только 36-я. Мы, кстати, как-то вот, когда я приезжал в Сочи, стриту гоняли как раз вот 36-й. И, наверное, из этих машин всё, да, больше никаких не было. Но это было давно. Парни сейчас стриту не катают. О, кстати, хотел вам показать. Вот эта S15 Сильвия. Недавно куплена, кстати, она была с Аней. Так вот, эта S15 изначально давным-давно была в Петербурге. И я на ней даже как-то катался. Когда у меня не было своей сливы, у меня был тогда мотик. Конечно, она уже пережила нескольких хозяев. Она была тогда у моего друга. В Петербурге он мне давал на ней погонять. И мой первый дрифт был именно на этой сливе. Реально, я помню, как я еду один. Она была ещё на Атмосере, на автомате. И я подумал, попробую-ка я дрифт. И, короче, что-то я помню, отпустил газ, нажал газ. И она реально пошла боком. Я чуть не убрался куда-то. И потом я подумал, что всё, я больше на чужих машинах не раздаю. И именно тогда, когда была вот эта машина у друга, я полюбил Сильвию S15. Я подумал, что вот Сильвию я хочу себе Сильвию. И через, получается, год или два я купил себе свою сливу. Вот эту мою S15 синюю. А всё началось с этой машины именно. И сейчас она вот здесь, в Сочи, обитает. До этого она в Краснодаре, в принципе, здесь недалеко жила. Она уже там на другом моторе, естественно. Может, даже не первый, не второй мотор. Каркас поставили. Такая история. Она, кстати, была в таком же цвете. Я помню, мой кореш, по-моему, зашёл под КамАЗ. Чуть-чуть на ней. А здесь ремонтируется Толян на своей новой тачке. 81-я школа. Я смотрю, любитель. Кстати, ты искал Сильвию, но не нашёл, да, за три месяца? Три месяца искал. Был бюджет у человека сколько? Миллион двести? Ну, плюс-минус. Не нашёл. Смотря какой вариант был бы. Доходил на Джей, зайти сразу. В итоге, чтобы поехать на Сочи Дрифт Челлендж, он взял себе 81-го марка на втором Джее со сливой подвеской. Но они решили всё переиграть, поменять. И сейчас они переделывают полностью всю переднюю подвеску. Хоть ты уже прикатался, можно сказать. Чё тебе в ней не устраивало? Выбора-то очень мало. И по-сухому, по-мокрому, ладно. По-мокрому нормально едешь. А вот по-сухому борешься прям с рулём. На перекладках тяжело вытаскивать. Закусывает, типа? Да, когда же царь-то ездил, он сказал, что я везде в газ, круто. Как только нагружаешь морду, всё, то есть руль начинает. Да, я понял. Я у него даже спрашиваю, как вторым ехать? Он говорит, о, извини, и ушёл. Понятно. Прикол 81-х марков в том, что передняя подвеска у них полностью ставится от Сильвии. То есть конфиг, в принципе, с Львовой. Ну, там плюс-минус, потому что остаётся всё-таки свой подрамник и своя рейка, да, Сань? Да. Но рычаги как раз ставятся от Лавра, от Сильвии. Теншины тоже от Сильвии, от Лавра. Если немножко хватает, то я хочу заработать, если приварить. А, я вижу. Родной Теншин на Сливовую просто, видишь, тут пара дырок. Всё, я понял. И это вы сейчас, да, сделали? Он был разварен, но разварен на 7 санток. А надо на 2,5. Послево-конфигуум. Да, у тебя рычаг, он лежит. Да, у меня взяли. И мы, короче, звонили в школьную. Алло, культура заноса? Да, да, да. Я спросил, чтобы напомнили, сколько разваривали, поверили. В итоге оказалось, что один в один как твой. Поэтому мы разварили два своих, и у тебя тут твой получится, у нас тоже может нам быть в зипе. А, я понял. Вы решили два своих переделать, но вы искали ещё шаровую. Вы нашли её новую, что ли? Нет, шаровый нормальный у нас. У нас фуни шаровый сайлентблок. Там не сайлентблок, там оказались ШАЭСы. А, ШАЭСы. И минимально, если бы резинка оболталась, наверное, да, втулка бы ездила. А у нас просто небольшие люфты на ШАЭСах, это никак не скажется. Тут шаровое было разбито, наконец-то мы купили. И тяги были там по полсантиметра ход. Поэтому подвески там колеса. А вы прямо здесь нашли тяги у кого-то? А, в магазине прям? На снабжении был. Красава, красава. Слушай, отлично. Разделили сегодня. Ну, получается, вы поменяли конфиг только по длине рычага, да? А, и думаете, сейчас все исправится? Мы сняли Тюнинг Фэктори кулаки. А, кулаки сняли. Мои любимые кулаки они сняли. Мы будем ставить кулаки, которые любимые школьные, под 81 марк. Это кулаки HD. Как бы они были здесь в наличии в Сочи, потому что уже Йоха снял свои, поставил все какие-то другие. Просто понимаешь, мне показалось, по геометрии, вот они здесь очень похожи. Это на все, в принципе, там, копии Дрифтворкс. Но вот здесь он какой-то очень длинный. Как будто он не под занижение сделан. Ниже, посмотрели. А вот Тюнинг Фэктори. Ну, они очень похожи, смотри, вообще. Он пониже. Вот этот под занижение. Я говорю, может, это круто работает на Сильвии и на Лавре, видишь? Ну, может быть. Ну, сейчас завтра проверишь на Квале. Вся магия, в отличие от Сильвии, от Лавры и все остальное, это в стакане вверх. Просто, чтобы это все работало на, как бы, марке, приходится очень, ну, работать больше с верхней опорой. А, понял. А она шире находится? Нет, сколько помню, она больше в Кастер-то заварит. Да, понял. Она приходится, чтобы это работало на марке, наносить максимально вперед. Поэтому я развернул опору, сейчас попробую убрать максимально Кастер. Потому что мы, когда приехали первый раз на развал, у нас была проблема в чем? Мы смогли минимальный Кастер сделать еще около 6-7 и топ-ми в кузов. А когда приехали, там вообще что-то не под 9 было Кастерой. Развал был настолько огромный из-за этого, что у нас шарая вообще не имела хода. Она была вот так сжата. А, понял. Что-то так вот мы стоим, у нас было 7-7. Да, 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 я понял. И не имела хода. Огромный развал, и он, когда крутил руль, там, подвеска, аж на аж кузовый хрустел. Слушай, а вы поедете еще на развал? Я видел, развальчик здесь. Вас ждет? Красава. Вот так вот готовятся к этапу. Парни решили сделать конфиг подвески, как на культуре заноса. А вот и наши кастомайзеры. О, ну как? Удачно? Тут цех сварки. О, кулаки Макс. Замок почти спасен. Здесь вон выхлоп кто-то не доварил. Коробка раздолбанная. Ты доваришь что-то? Халтуришь? Я просто начал. Ты же на отдыхе? Да. Решил поработать чуть-чуть. По кофте. Топовая кофта, Георгий. Где такую купить? В Trailhead, конечно же. По промокоду стилов, вы знаете. Все в описании. Сергей, покажите изделие. Надежно. Блин, подточу. Просто поднимаешься наверх. Тут вот такая движуха. В VR-очках. Гамают, дрифтят. Дрифтят. Это слива Кирилла СПБ Тюнинг. На Рокетбане. Рокетбане Босс. Оригинале причем. Очень хорошо смотрится. С-13 с мордой СХ. Скай. Так, эту машину не узнаю. Вы узнаете? Марчок. Да, это Марчок. Точно. 80-й. Ну, Лаурель, конечно же. Лавр. 35-й. Скай 34-й седан. И, по-моему, это Скай. Да, 32-й седан. Вау, почти поймал эту волну. Вот, лови тетку. Давай. Не, маленькая. Сгонять бы на Ахун, посмотреть, что там вообще пацанам показать. Мы сейчас сразу заправимся, чтобы утром не заправляться. Сколько у нас слива стабильная ест каждый день? 40 литров. 40 литров бенза. Ну, в этот раз что-то мы выбились из графики. Чтобы вы поняли, за одну сессию, не за две. Да, за одну сессию. За одну сессию 40 литров. Она гораздо прожорливее, чем Лаур. Да, реально прожорливый. Ну, там и мощи, извини меня, больше. Там два джези. Тундра у нас пока один раз похавала хорошенько. Сколько там? 130 литров мы залили? Да, или 140 литров. Или 140 литров мы залили? Пока катаемся, пока нормально. Но у нас еще, конечно, техпарки плюс стоит еще просто. Нас греет. Мы ее там редко глушим. Канистра VIP Racing. Тема. Еще не прохудилась, так сказать. С ней все в порядке. Не, ну, признаться честно, конечно, в Сочи сделали очень большую дрифтовую зимнюю движуху. Потому что она объединяет очень много народу со всех городов, даже стран. Плюс, Сочи развивается в теме дрифта, ЖДМ и всего такого. То есть откроются серваки. Здесь есть стенд мощностной. Здесь есть серваки типа вот Сайдмастерс. Просто других мы не знаем, но они тоже есть. Парочку, я думаю, еще именно в самом Адлере. В Сочи еще есть сервис. Ну, думаю, пару там точно есть. Помните, я давным-давно, когда приезжал, мы тут катали. Как раз таки ездил на лавре в Сочи. Именно в самом Сочи. Чинить рычаг нижний. Потому что в Адлере не было места. Здесь есть очень хороший развал. Как раз таки вот сейчас Толя Кизин едет на развал. Его развальщик ждет прямо в Сайдмастерсе. Мужик очень крутой. Здесь его все хвалят. Потому что как только соревнования, здесь его просто все задалбывают. Всем нужен развал. Всем нужны какие-то настройки. В итоге вот там реально ночами, мне кажется, может поночевать. Делать развал. Короче, и у всех самое главное автоспорт в опасности. Всем очень надо. Ну, понятно. Когда все приехали на соревнования, не в своих городах. Потрачены уже большие деньги, силы, время. Конечно, есть какие-то мелочи. Надо их решать. Горг, что-нибудь добавишь? Хочу добавить. Еще тут факт, что опять же я наслышан про этого развальщика. Огромный ему респект за то, что он, знаешь, не наживается на спортсменах. А может там всю ночь проковырять тачку. И берет совершенно вменяемые деньги за это. Это вообще плюсик к армии ему. Насчет развала, кстати. Мы сегодня же все замерили. Проверили, проверили, ну, на айфон, на рулетку. И то, что мы вчера подняли подвеску на сантим, ничего не изменилось вообще. Ни по кастеру, ни по развалу, ни по схождению. Да? Правильно? Не, ну, на рулежке это никак не сыграло. Я поехал. Я как бы на старте стоял. Думал, блин, а вдруг сейчас что-то изменится. Хоть и по данным с айфона и там с рулетки ничего не поменялось. Ну, реально ничего не поменялось. Все хорошо. В Росливе, на самом деле, можно ездить со сбитым даже развалом, схождением. Можно ездить, когда, конечно, схождение сбивается очень сильно у передних или задних колес. Тогда уже рулежка пропадает. У тебя просто начинает там воротить, разворачивать. И еще что-то становится непредсказуемое. А так сейчас все нормально. Рулежка была очень хорошая. Мне нравится. Мне нравится, когда руль сам крутится. Проливной дождь, кстати, опять начался. Интересно, до завтра сохранится или нет. И такой Сергей в 2 часа ночи с бубном. Я за, я за. Я пригадался. Вы сами сказали, что я клиперы все беру, подождю. Да, да, да. Прям очень близко к стенке, там подъезжаю прям так хорошо. Осталось постановочку наладить. Сергей Стива утром вообще не разбудить. Может, не поедем, говорит? Ладно, ладно. Это шутка, конечно. Не, мы в этот раз четко ездим на вторую сессию, которая начинается с 14 до 6. Есть первая сессия с 10 до 14. Просто каждая сессия стоит 5 тысяч. У меня запланировано, что в день я трачу на одну сессию. Поэтому надо выбирать. И выбрал, что вторая сессия, как раз мы отсыпаемся. Потому что видос гружу я только там в 3-4 ночи. Отсыпаемся хоть как-то. В 11 встаем. Идем на завтрак. И не спеша едем в техпарк уже. Там пока палатку разложить. Пока там что-то по сливе. Разогреть ее. Пройти все проверки. Медконтроль. И как раз становится 2 часа. И можно ехать кататься. Очень удобно. Потому что в прошлый раз, получается, там не было разделения по сессиям. Там была общая сессия. И типа полчаса на трассе 4 тысячи стоило. А сейчас делали по сессиям. И получается, плачешь за сессию и катаешь сколько угодно. Там, сколько очередь позволяет и машина. Ну что, проехали? А ты разговариваешь, что-то, может быть, поедем и ты говоришь там все дела. Не, я хотел кальянный закрепить. Реально? Если там окей, то вы там... Это любители кальяна. Я, как бы, кальян не курю. Мне просто, ну, я не курю ничего. Сразу с ним будет разговорно. Да, да, да. Парни ходят в кальян практически каждый вечер. Но я, как бы, с ними составляю компанию. Потому что я уже привык, что в Бус Моторс заходишь. Там у них всегда на втором этаже кальян. Просто все в дыму. И они, короче, все время ищут новые кальянные. Посмотри, прям снега навалило. Да, снег навалило. Срочно нужна кальянная. Вот, причем, смотрите, на секундочку, аптека на втором этаже кальянная. Да, это вообще частный дом какой-то. Да. А ты уверен, что здесь нормальная кальянная? Не знаю. Или кальянные все бывают нормальные? Я сейчас забегу, посмотрю, если ок, то мы поедем домой. Как Гоша заказывает кальян, это для меня вообще целое открытие. Это просто... Я не знаю, как это назвать. Если мы сейчас зайдем, то обязательно покажу, как он заказывает кальян. Я такое впервые вижу. Нет, это неправда. Я не особо придирчивый. Не-не, как ты говоришь, что ты хочешь получить, типа, от... Ну да, это знаешь, так же, как ты, в принципе, в тачке. Там нужно все разжевать, чтобы тебя поняли. И тогда у вас все будет круто. Понял. Я вообще вот кальяном не увлекаюсь. Но если бы мне спонсоры предложили кальянные, я бы согласился. А ты, Серег? Я бы тоже согласился, конечно. Я знаю, что Пархо все хочет себе кальянных спонсоров. Поэтому он в сторис покуривает кальян. Думает, может быть, к нему напишут, там, Дерек. Здравствуйте, Пархо. Хотим вас спонсировать. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Мы были бы только рады. И пусть там можно написать. Или записаться на стоковый сервис. Мазда, Форд в приоритете. Стоковый сервис, да, ждет вас. Очень бы хотелось увидеть вас. Он работает даже сейчас. Парни там все время на звонках, на телефоне. Там остался Пархо и... Решай вопрос. И еще один мех. У нас все работает. Все работает. Несмотря на холод, мы ждем вас. Я смотрю, знаю у этого по походке. Вы что, там бухие, что ли? Еще нет. Они прям вовнутрь попали. Ну-ка дай. Бля, они терели, что ли? Сейчас будет атака. Давай, давай. Сейчас мы подъедем, подожди. Наси вам. Да, мы остановились тут. Ну, расскажи, как ты сказал. Самое главное, мой критерий, это без мяты, без всякого шоколада. Ну, и что-нибудь в меру прибивающее. Не люблю крепкие кальяны, такие чисто, наверное. 6 из 10, обычно говорю. Чтобы это было в кайф, а не так, знаешь, типа, вздянуться и обмякнуть просто лежать. Понял. Так, наслаждение радится. Ну, я чисто за компанию. Парни волнуются, что очень много снега выпало уже. Уже можно снежки делать вон там. Он, наоборот, радует тебя. Нет, ну подожди, я по-мокрому готов, по снегу не готов. Да ладно. Я жигу их как в 8 забыл. Я тут на днях видел, как ты по снегу не готов. Вот, смотри. Это когда было? На Егоре было. А, на Егоре. Вы обещали, что если я возьму первое место, то вы будете в хлам. Ну, чувак, если что-то пошло, ты готов меня грузить в самолет? Да. Ну, да-да, я готов. Да, это будет интересно. Ты просто не знаешь, что ты говоришь. Да? Это будет что-то дикое? Кто-то может в Сочи дрогнуть. В Сочи дрогнуть? Ну, я не верю, чуваки. Не верю. Да, не верю. Главное, чтобы мне денег больше. Зато мы в тебя верим, чувак. Спасибо, да, спасибо. Так, Георгий смотрит погоду. У нас сегодня, короче, четко до 6 утра снежок, и потом в 8 утра. Будьте любезны. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Солнце, солнце, солнце. 6 градусов, да? Да, и по нём. Отдохнём, Пархо? Так, а нам уже тут принесли чаёк. Смотрите, в каких блюдцах интересных. Серёга без чая. Чисто на своём здоровье. Я обещаю? Да. Кружки 3. Ладно, да, перепутал. Такие тут пальмы. Вот, дорогие люди. Да. Довольные. Механики у меня на релаксе. Готовы к завтрашнему дню полностью. Вот, и хлебом не корми. Чисто кальянчик. И поехали. А на улице всё больше и больше снега. Ну, вроде как с 7 утра будет солнце. Сейчас мы уже едем в гостиницу. Кстати, остановились в той же гостинице. Нам она, в принципе, понравилась. И недалеко от трассы находится. Конечно, обстановка здесь совершенно другая. Не как вот 2 года назад, 3 года назад, когда я сюда ездил в Сочи. Может быть, потому что я был, по сути, один. Мы там только с Ксюшей ездили. Всё, там особо туса большой как бы не было. А здесь у нас целая команда. Техничка, спортивная тачка, как бы. Всё есть у нас. Все инструменты. Весь зип. Всё у нас с собой всегда, в принципе. Это удобно. Это округ. Что-нибудь видишь? Да, всё нормально. Ну ладно. Окей. Гоша, а у нас дворники работают? У нас работают. Нет, ты спрашивал. У меня дворники работают, благо на сливе там всё нормально. У меня ещё работают все покрытия, которые мне нанесли на сливу. Не идеально, скажу вам так, потому что антидождь так себе работает. Но в целом слива не такая грязная после всех вот этих дождей у дней, после луж. И всё-таки антидождь, особенно на быховых, неплохо спасает дрифтовую машину в сам дождь, получается. Поэтому это большой плюс, что слива в покрытиях. Не зря я это сделал. Керамика вообще тащит. Я больше всего, на самом деле, поражаюсь Серёгиной МПС, которая стоит уже год, точно она стоит, и она просто блестит. Серёгиной красная, да? Да. Без мотора она вроде бы. Без мотора, да, и реально ничего к ней не прилипает. Проходной двор устроили. Я хотел, кстати, спросить вас, пока мы едем в лифте. Постановки у меня были сегодня лучше? Да, хорош. Получше? Получше. Да. Завтра проверим. Завтра будет у тебя экзамен. Ну я сегодня старался, реально, флип учил. Ты всегда старался. Спасибо. Всё, мы вернулись в номер, Серёга уже развешивает свой костюм ОМП. Кстати, удобный комбез? Да, удобный. Очень крутое. Прямо рассчитан под все условия. Тут наколенники есть. Очень, короче, удобно. Сегодня, поскольку было очень мокро, подмок чуть-чуть костюмчик, но зато вот наколенники очень спасают. Ну вы топово в нём выглядите. Да, спасибо. Скажи, пожалуйста, где купить такую футболку? Ту-четыре плей. По промокоду BoostWaters. Топовое? По промокоду BoostWaters? Ну можно исти его тоже. Топовое, топовое. Ребят, ну и на этом моменте наш бонусный видос заканчивается, подходит к концу. Огромное спасибо, что посмотрели его. Надеюсь, он вам понравился. Вы поставили лайк, подписались на канал. И с вами был Серёга Стилов вместе с BoostWaters. Стройте тачки и до новых встреч. И записывайтесь на Stock Service BoostWaters. Субтитры сделал DimaTorzok